7 сентября 2022 года. Именно в этот день ваш iPhone 13 превратится в тыкву и Apple покажет нам новое поколение своих смартфонов, а именно iPhone 14 линейки. Собственно, сегодня обсудим с вами реальная ли это дата, когда стоит ждать выход новых iPhone'ов и новый iOS, а также поговорим с вами, почему эта презентация с огромной долей вероятности будет очень скучной. Меня зовут Максим, вы на канале Demis Lounge, поехали! Итак, откуда, собственно, пришла эта информация? Ее опубликовал Bloomberg несколько дней назад и никто иной, как Марк Гурман. Я думаю, что те, кто в теме, знают, что Марк Гурман это очень авторитетный инсайдер, прогнозы которого сбываются с вероятностью просто 90 плюс процентов. Поэтому, очевидно, если у него есть такие данные, если он выпускает об этом статью на Bloomberg, что 7 сентября у нас будет с вами презентация Apple, значит презентация Apple состоится 7 сентября. Очевидно, что мы с вами понимаем, что покажут на этой презентации, и это делает ее несколько скучной. Об этом мы, наверное, поговорим во второй части видео. Ну, а пока же я напоминаю, если такие ролики вам нравятся, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, в том числе и контент с презентацией, и после презентации. И, естественно, все это буду освещать, все вам расскажу, чтобы вы были в курсе. Ну, и, конечно же, вы должны понимать, что не только Марком Гурманом едино. Например, компания Apple говорит своим сотрудникам подготовиться, что в середине сентября будут презентованы некие устройства. Сделаем вид, что мы не понимаем, какие. Поэтому им нужно будет подготовиться к старту продаж. Понятное дело, что всем очевидно, что, естественно, это старт продаж новых айфонов, но не только. Что у нас с вами по презентации, вообще по таймингам? Во-первых, скорее всего, на последние недели августа, либо вот прям в самых первых числах сентября мы с вами получим официальное приглашение от компании Apple. Презентация состоится 7 сентября, традиционно в 20.00 по Москве. Естественно, мы с вами в этот же день увидим RC-версию iOS 16. Для тех, кто не в курсе, это предрелизная сборка. Это как бы бета, но эта бета потом, скорее всего, пойдет в релиз, очень вероятно. И, естественно, никакого релиза iOS 16 7 сентября не случится. Когда он случится? Он случится на следующей неделе. Скорее всего, 12, 13, может быть, 14 сентября. Это у нас дата выхода iOS 16. И меня, кстати, в комментах в телеге спрашивали, типа, а что там по WatchOS? WatchOS выйдет в этот же день. Выйдет ли iPadOS? Источники разнятся. Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Из-за вот этой новой функции Stage Manager, типа, ее не успевают доделать. Возможно, да, iPadOS отложат на октябрь. Такое может быть. Но iOS и WatchOS выйдут. Ну, потому что, собственно, новые Apple Watch и новые iPhone будут у нас показаны на этом ивенте. И, естественно, они должны уйти уже с новой версией iOS. Дело все в том, что 9 сентября уже начнутся предзаказы Apple Watch и iPhone. А уже 16 сентября они поступят в продажу. Поэтому, как бы, ждать осталось недолго. Меньше месяца. А презентация уже вообще чуть ли не через 2-3 недели. Поэтому очень много сейчас будет утекать в всяких слухах, информации. И вот здесь нужно поговорить о том, почему эта презентация будет скучной. Дело все в том, что, скорее всего, на ней покажут 3 продукта. Первый, это, конечно же, iPhone 14 линейки. Мы можем с вами в отдельном ролике подробно, если хотите, опять же, ставьте лайки, пишите комменты. Я подробно расскажу, какое он ожидается, какие там функции будут, что там будет, чего не будет. В общем, уже вот слили все на 99%. Наверное, только цветами может удивить Apple и какой-нибудь, может быть, новой фишечкой. И то, даже это уже по большей части слито. Но мы должны с вами понимать, что будет 4 айфона. iPhone 14, iPhone 14 Plus или Max, как уж они его там назовут. iPhone 14 Pro и Pro Max. Собственно, миник у нас вылетает. И с этими айфонами, как я уже сказал, нет ничего экстраординарного. Мы знаем, какие они будут. Мы знаем, что прошки будут в этом году очень сильно отличаться от непрошек. Непрошки получат старый прошлогодний непроцессор и прочее, прочее, прочее. То есть здесь нам все слито полностью, поэтому на презентации какой-то вау-эмоции ждать не стоит. Второй продукт, который нам покажут, это Apple Watch Series 8. И здесь тоже все максимально грустно, потому что это Series 7, которым, возможно, прикрутят датчик измерения температуры, но он не будет мерить по вашему запросу, а просто будет говорить вам, есть ли у вас высокая температура. И, по сути, все. Ну, новый процессор там поставят. Может быть, какие-нибудь кастомные всякие дизайны, ремешки и прочее для них представят. Ну, и то вряд ли. А вот третий продукт, да, он больше нас может удивить, потому что это Apple Watch Pro. И они будут чуть ли не тысячу долларов, обещают цену, да? Во-первых, они будут из Титана. Во-вторых, они будут такие для тревел, для активности. То есть там вроде как будет больший размер их, будет большая батарейка, и они как бы сделаны будут реально для профессионалов. Понятное дело, что есть вопросики по поводу тысячи долларов, вообще ли адекватная эта цена для просто умного гаджета, но это нужно будет посмотреть, как презентуют. И вот это, наверное, единственная интрига этого мероприятия, потому что здесь есть вопросы по дизайну, никто не слил дизайн. Здесь есть вопросы по ценообразованию, по тому, как Apple расскажет, для чего это нужно, как этим пользоваться и прочее. Поэтому Apple Watch Pro нас интересует. Apple Watch Series 8 грустно, iPhone 14 линейки, понятное дело, что все хайпят iPhone, все ждут iPhone, но уже все известно, и какого-то вау-эффекта опять же не случится. И самый печальный слух, что все, на этой презентации больше ничего не будет. То есть будет 2 Apple Watch, 4 новых iPhone. И все. Скорее всего, таким образом презентация у нас продлится где-то час, не больше, и из которых еще полчаса нам будут рассказывать про всякие новые фишечки iPhone в виде iOS 16. Поэтому я вас призываю заранее занизить ожидания. Я, кстати, попробую эту презентацию постримить, несмотря на свой так себе интернет с передачей в 10 мегабит. Но мы попробуем это сделать. В любом случае, вроде там, как Яндекс подсуетился, и через Яндекс браузер можно будет перевод на русский язык себе оформить, и чтобы он это все красиво сделал, красиво рассказывал, да, прямо в стриме. Вроде как они это тестируют. Опять же, непонятно, будет ли работать эта презентация Apple или нет. Я попробую постримить, но занесите свои ожидания, потому что очевидно, что будет немного скучно. А вот если что-то нам покажут, какой-нибудь внезапно HomePod или Apple TV, мы с вами такие, вау, прикольно, круто. Так что это, наверное, главный месседж этого видео. Не стоит как-то завышать ожидания от осенней презентации Apple. Естественно, будет еще вторая осенняя презентация где-то в октябре. Может быть, покажут новые Mac'и, может быть, покажут новые iPad'ы. Ну, 100% покажут iPad 10-го поколения. Поэтому ждем осеннюю презентацию октябрьскую. Там тоже будет кое-что интересное. Но мне же вам остается напомнить, что если вы хотите перед презентацией подробный расклад о том, какие будут iPhone'ы, вот прям вся информация, что есть в интернете, какие будут Apple Watch, вот эти Pro'шки, я, конечно же, могу это сделать. Если вижу вашу активность, для этого ставьте лайк на ролик. Мне это, во-первых, будет приятно. Во-вторых, я увижу, что вы заинтересованы. Естественно, там внизу в комментах пишите, о чем именно вы хотите, чтобы я рассказал. Плюс, какие ваши мысли по поводу осенней презентации. Будет ли это действительно скучно, как предполагаю я. Или Apple нас чем-то интересным может удивить. С удовольствием почитаю, подискутирую. И, конечно же, как и говорил ранее, если до сих пор почему-то не подписаны, а я смотрю, что очень многие не подписаны, подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда ничего классного и интересного не пропустите. YouTube вам пришлют уведомления с выходом нового ролика. Ну а пока же есть смысл посмотреть вот эти два видео, специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели. И все, как они жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok